23 июня в актовом зале ЦНК прошел творческий вечер, посвященный заслуженному работнику культуры России Адыгей и Кубани Юрию Махмудовичу Чиргу. Юрий Чирг известный композитор как в Адыгее, так и на Кубани. Его песни слушают в республиках Северного Кавказа, а также адыги, проживающие за рубежом. Юрием Махмудовичем написано более 500 песен. В его арсенале не только песни, есть и музыка к спектаклям, поставленным Национальным театром Республики Адыгея. Немало обработок для оркестра, народных инструментов и ансамблей. Более 30 лет Юрий Чирг руководит народным фольклорным коллективом АЩМЭЗ, передавая будущему поколению богатый опыт, накопленный при изучении адыгского фольклора. Ему присвоено высокие звания заслуженного работника культуры Республики Адыгея, Кубани и России. Награжден медалью за значительный вклад в развитие литературы и искусства. И является почетным гражданином Аула Гатулкай, ветеран труда. В концерте, составленном из произведений Юрия Чирга, приняли участие ансамбль адыгских инструментов в Макам и артисты района. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы собрались по прекрасному поводу. У нас в гостях заслуженный работник культуры Российской Федерации, Кубани, Республики Адыгея, член Союза Композиторов Российской Федерации, поэт и музыкант Юрий Махмудович Чирг. Его песни любят и поют по всей Адыгее. И не только в Адыгее, но и в республиках Северного Капказа и в Краснодарском крае. Юрий Махмудович, прежде чем мы начнем наш литературно-музыкальный диалог, Расскажите нам с высоты вашего юбилея, что же является самым важным для вас в вашей творческой жизни? Ну, как сказать, вопрос такой банальный, но трудно на него ответить. Главное, это, конечно, выбрал я музыку, хотя я думаю, что и рисовал я неплохо. А вот зимние долгие вечера моего детства, когда мать уходила с утра пораньше на работу, в школу, она там уборщицей была, оставляла меня, значит, на целый день дома одного. Я на лежаночке этой печки сидел и скучался. Я долго не мог... Ну, развитие у меня такое было, знаете, мне несколько было общаться, поэтому я долго еще не разговаривал. Но находилось утешение в том, что единственный карандаш в доме был, даже бумаги, очень редко у нас бумага была, это мать берегла бумагу, чтобы отцу на фронт написать письмо. А я этим карандашом стены разрисовывал и рисовал картинки. И, кстати, если с пятого класса начать до окончания школы, до десятого я был лучшим художником школы. Он оформлялся на газеты и так далее. Всегда пятерки получал. Я думал, что я вообще в жизни выберу профессию художника. Желал инструмент приобрести. Но мать, конечно, говорила, что ты, сынок, какой инструмент, когда на хлеб денег нету? Тогда действительно мы голодали, мы и траву ели, и макуху ели. Очень трудные времена, не хочу об этом говорить. Но даже дешёвая валовака, самая дешёвая валовака, стоила сталинскими деньгами 35 рублей. А хрущевским уже 3,50. И то она не могла это купить. Говорит, а потом, когда мне 15 лет исполнилось, я на летних каникулах пошёл на кирпичный завод подзаработать. И за всё лето заработал 100 рублей. Это сталинскими деньгами старушек. Ну, а потом мать видит, ой, сынок, я вижу, что ты очень хочешь быть гармонистом. Добавила я ещё 250 рублей, и за 350 поехала в Краснодар, купила гармошку Хромку. Самая дешёвая гармошка. И помню, летний день, июль месяц, значит, в 12 часов дня где-то она привезла с Краснодара гармошку. Я сразу сел за эту гармошку. Никогда в жизни я не брал гармошку до этого. И стал подбирать мою любимую песню «Одинокая гармония». Макро высел. Снова замерло всё до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бронет гармонь. То есть я мечтал быть героем этой песни. Хорошо же, я в гармошку иду, а тут девочки, мальчики, всё. Вот такое, ну, конечно, это моя мечта сбылась. И до вечера я уже правой рукой это играл. А потом левую же руку надо даже осваивать. Надо же аккомпанемент левой рукой. Долго не получалось у меня. И у меня дружок был. Я говорю, давай ты, тяни меня левой рукой вот это играть. Тум-патум-патум. Играй. А я буду право играть. И мы вдвоём играем вальс. На соках маньчжури. Та-ра-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да-да-дай-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да-да. Короче говоря, вот так мы сначала вдвоём, а потом я уже сам. И получается левой, правой рука. А через полгода, уже октябрь месяц, значит, открыли площадку для молодёжи, заасфальтировали, загородили, но ещё не начали работать. И я на этой площадке открыл свою первую музыку, пошёл прямо с гармошкой и начал самые современные песни играть. И молодёжь сразу потянулась сюда, и, короче, уже площадка большая такая, и гармонисты другие стали с меня, например, брать, тоже на эту площадку пришли. Ну, они играли такие старинные вещи такие, а молодёжи тебе не нравилось. А я молодой был, а что там, 17 лет, 15-16 лет, там играл эти песенки, и вся молодёжь возле меня. Ну, так вот, самоучка, самоучка, потом надо же всё-таки осваивать, и ноты надо изучать, потом самоучитель купил, и так далее, и так далее. В армию пошёл, там был полковым баянистом. В армии представительников у нас поставили, говорят, есть кто-нибудь, чтобы рисовал хорошо? Я поднимаю руку. Как фамилия? Чирк. Ага, записали. Дальше там, а к сапожнике есть, туда-сюда. Потом, а есть такие, которые на музыкальных инструментах играют? Я бы, как фамилия? Чирк. Так Чирк же у нас есть. А, так ты ещё играешь. Хорошо. И так, а потом в армии я уже определился, или мне быть художником, или баянистом. У художника это один, там рисуешь скучно, а когда баян, это же общество, и там совсем другая жизнь. Думаю, нет, я, наверное, выберу музыку. И так вот, и пошло по делу. Аплодисменты. Спасибо большое. Если вы позволите, сейчас я хочу спеть вашу песню. Песня называется «Кавказ с вашего позволения». Ну как ей позволить? Спасибо. Но для начала я хотел бы пригласить ансамбль адыгских инструментов. Макам под вашей громкой аплодисменты. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И вот старички, ну старички называли, которые уже третьего службы, второго службы ветераны называли, ну а мы салали были первого службы, да? И вот, значит, наша батарея в дружбе была с сельскохозяйственный институт, московский сельскохозяйственный институт, я была шефа служил, как раз этот институт находился, и шефы они наши были, или мы их шефы, я не знаю, но уже вот эти старослужащие, они меня брали с собой в художественную деятельность, дружба у нас была вместе с этим сельскохозяйственным. И там, значит, что все мои ровесники, ууу, салага, а ему позволяют с девочками встречаться и так далее, и тому подобное, завидовали мне. Но, всё равно, как бы там ни было, ну, откровенно вам скажу, в самодеятельности там я играл, всё, и одна девушка в меня влюбилась. ПЕСНЯ 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 Песни из наших рук, что не растут, Наши волны, ровни, красавицы. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Наш отчаян! Паспараны, песни, фабуны, танцы, Игры джигитов задорные, Все, чем гордится народ, а людей моей. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Наш отчаян! Паспараны, песни, фабуны, танцы, Игры джигитов задорные, Все, чем гордится народ, а людей моей. Добро пожаловать! Я вообще не думал быть композитором, не думал сочинять, Но когда начал работать в Кайском доме культуры, Тогда Октябрьский назывался, в 60-м году я пришел туда, Ну, поем песни Тхабисимова, поем песни, которые были в то время. И вот очень популярны были вальсы. Краснодарский вальс, Киевский вальс, Севастопольский вальс и так далее. И Гачо Хаскэл, значит, был у нас худруком, Он назвал его, когда школу закончил. Я говорю, Юра, а почему не может быть Октябрьский вальс? А тогда так только Октябрьским назывался. Я говорю, вот, говорят, сочинить. Я говорю, да я бы сочинил бы эти слова. Моя была первая проба, я эту песенку сочинил. И знаете, ее запели, и хоры запели, и все. И она стала популярной. До сих пор она не сходит из моего репертуара, эта песня. А потом, люблю Адыгею, песню я сочинил. И так пошло, пошло. В училище, когда поступил, стал учиться в музыкальном училище, На меня обратил внимание Кирилл Безужан. Он тогда возглавлял радио Адыгея. И вот он услышал, как я играю, и все. И он мне дал текст шуточной песни «Челли Дэй». Я-о-ой, 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 Челли Дэй. Он мне дал, я на баяне сыграл. Ему так понравилось, он сразу ее включает в эфир. И так пошло у меня первая, значит, песня на Кирилл Безужан. Потом на меня уже другие поэты обратили внимание. Хамед Беретари и так далее. Так что вот так вот и пошло мое творчество. Потихоньку-потихоньку я стал разговаривать. Потом в училище, думаю, не только песни надо, стал инструментальной музыкой немножечко увлекаться. На выпускном вечере аккомпанировал уже свою инструментальную музыку. Так и пошло мое творчество. Спасибо, спасибо большое, аплодисменты. А сейчас я хочу на сцену пригласить Шишеву Сусану с песней «Сидхар Порфиж». Под ваши аплодисменты, конечно. Аплодисменты. Из-ого Зидхар Порфиж. Это та как repertoire, устиinhки, Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И вот, вы знаете, она спела на русском языке, это мой перевод, а тогда мы на донецком языке пели. И вот мы едем в Ростов, в автобусе едем, и я говорю, девочки, нас же не поймут там, мы на донецком языке споём в Ростове, давайте что-нибудь и по-русски сочинем. И вот я последний куплет, когда впервые сердце встревожит майские розы, то есть красные розы майской весны, не изменяйте первыми чувствами, не изменяйте первой любви. Вот единственный куплет я добавил в конце трёх адыгейских куплетов. И мы в Москве, то есть в Ростове уже спели с русским куплетом. В Москве уже в колонном зале Дома Союза также спели, потом, значит, отобрали на заключительный концерт. А что такое заключительный? Это как сейчас гала-концерт, да? В Кремлёнском дворце съезда был, это 30 марта мы там. Вот так вот эта песня родилась, и вот такая песня стоит эта песня. И спасибо большое, что вы эту песню смогли. Атмосфера вечера была очень душевной и по-домашнему тёплой. Этому способствовали добрые слова, сказанные в адрес композитора, и, конечно, его мелодичная и эмоционально наполненная музыка, которую хочется слушать и исполнять.